здравствуйте такую красивую королевскую орхидейку я приобрела она не цвела была не в цветущем состоянии но хорошем состоянии цветоносы она у меня нарастила вот она продолжает разветвление я их завернула вокруг вокруг палочки и все было бы у нее хорошо но так как я покупаю реанимашки как вы знаете сейчас покажу что с ним случилось резко начал темнеть стволик я думаю это фузариоз если я не права поправьте меня сейчас будем разбираться и лечить эту орхидейку состояние листьев у нее пока на сегодняшний день хорошая но начала гнить корневая шейка и это мне уже не нравится корни тоже нужно почистить сейчас займемся этой прекрасной королевской орхидеи будем ее спасать не оставить же ее в таком состоянии такую красавицу покажу что я буду с ней делать подробное вам видео сниму сначала покажу вам орхидейку все спрашивают у меня что случилось с вашей черной орхидейка удалось ее спасти или нет моя черная орхидейка по-прежнему стоит во мхе сейчас я ее достану с горшочкой посмотрим что с ней случилось мог здесь живой я на нее больших надежд не давала ну нужно посмотреть что с ней случилось смотрите ничего не происходит она скорее всего не оживет беломент с нее сходит спокойно он не мокнущий но и не живой чернота нигде не пошла по моему она уже умерла конкретно видите здесь филамент сошел не могла я ее в таком состоянии спасти она уже была сильно гнилая я подсохла я ждала ждала держала ее до последнего но не удалось бывают и такие ситуации беломент сходит сейчас возьму секатор какие у меня ножнички удобно и попробуем еще посмотреть на ту как я обрежу концы живые они или нет черная черная сухой корешок сухой а эти вроде бы зелененькие вроде бы зелененькие но это наверное на первый взгляд сухие абсолютно сухие абсолютно сухие абсолютно сухие вот она еще этот жалко мне конечно такой цвет красивый был кто видел мои предыдущие видео тот знает эту орхидейку я ее купила в очень плохом состоянии долго за нее боролась и увы ничего не произошло стволик сухой и помочь я ей ничем не смогла все эту орхидейку отправим в орха рай ничего будем другие спасать сейчас приступим королевской орхидейки это уберем будем спасать королевскую орхидейку я думаю она еще поживет сейчас заглянем в ее недры для начала я наверное вы ему вы мной ее из горшочка у нее сильно большие цветоносы я их обрезать не буду сейчас посмотрим по состоянию корней нужно сначала освободить ее из этого горшочка очистим от субстрата это нужно делать аккуратно а из-за чего пропадают орхидеи из-за вот этого стаканчика торфянова что внутри остается он сильно влагоемкий и внутренняя часть корневой шейки не дышит получается и все время в мокром состоянии а боковые корни начинают светлеть и мы думаем что пора их поливать а их может быть даже и не рано было поливать но мы все равно поливаем и корневая шейка начинает загнивать грунт грунт еще хороший можно даже в этот бот и посадить сейчас я его в горшок пока сложу чтобы не мешал если оставить орхидею в таком состоянии то она обязательно до конца когда испортится мы ее просто выбросим так как я хочу ее немножко спасти нужно почистить ей корневую систему я перекисью водорода обработала секатор и начинаю обрезать все не нужно вот этот корень полностью сухой он хоть и длинный веламен на него на нем сухой видите все не нужно буду бросать кашпо и то он Субтитры сделал DimaTorzok Теперь переверну свою орхидею и обрежу с этой стороны, так как она очень большая. Не жалейте гнилые корни, обрезайте смело. Ей гнилое не нужно. Если мы оставим корни в гнилом состоянии, начнутся разводиться микроорганизмы. То есть всякие вредители. Они нам не нужны. А я на нее думала, она такая будет красивая, здоровенькая. Я купила ее нецветущую. Корневая плохая была. Думаю, не буду пересаживать. Пусть немножко порастет. Если бы я ее пересадила, может быть, и лучше было бы. Сняла бы этот торфяной стаканчик. И не ждала, пока она там подгниет полностью. Вот такая корневая у меня осталась. Корней ей достаточно. Еще вот этот удалю корешок. Он хоть и длинный, но он при самом стволике потерял веламен полностью. И он ненужный. Сейчас я его удалю и перейдем к шейке. Чтобы посмотреть, что случилось с шейкой, мне нужно убрать листочки. Мне очень жалко убирать листочки. Но те листочки, которые пожелтели, они будут пускать гниль дальше. А мне нужно посмотреть, что с общим стволиком творится. Потому что внизу шейка вроде бы не черная. Где она, в каком месте почернела. Для этого мне нужно убрать листочек. Листочек разрываем пополам. И обрываем в одну сторону. И в другую. Повторяю, орхидея очень большая. Я ее в руки взять не смогу. Вот этот нижний листочек нам тоже не нужен. Очень неудобно. Огромное растение. Нижние листочки я просто уберу. Вот этот тоже придется убрать. Если кто-то скажет, что неправильно обрываю листики. Ну, у меня другого выхода нет. Она очень тяжелая. Вот, посмотрите. Новый корень. Видите, корешочек зачаток. Один и второй. Еще я уберу вот этот листочек. Он очень желтый. Вот этот большой. Вот этот. Возле цветоносика. Там чернота какая-то. Листочки я убираю вот так. Смотрите. Беру секатором. Делаю разрез посередине. И дальше разрываю их пополам. И аккуратненько возле корешочка. Как получится, так смогу. Скорее всего, один цветонос нужно будет убрать. Сильно черная. Все. Стволик у нас не совсем такой, как я представляла. Может мы вовремя ее спасаем. Все было дело в этом. В стаканчике. Вот, смотрите. Вот это надо будет все обработать фундазолом. Вот сейчас я приближу камеру. Не слишком он черный. Будем спасать. Зачистить надо все остатки от листочков. Если возможность есть пинцетиком, можно пинцетиком. Если нет, можно и так. Все корневую я обчистила, обсмотрела. Сейчас разведу фундазол. Намажу фундазолом, покажу вам. Вот эти все корни я выброшу, листики все повыбрасываю. Вот эту мочалку тоже выброшу. Берем фундазол. Фундазол я храню в такой баночке. Он в пакетиках идет. Но мне удобнее пересыпать в баночку, так как одноразово пакетики. Они назад не закрываются и хранить неудобно. Я насыпала немножко фундазола в такую крышечку. И капельку воды добавляем. Делаем кашеобразное состояние. Была густая такая сметанка. Берем кисточку. Размешиваем. И вот такого вот кашеобразного состояния. Она не густая, но такая сметанистая. Обмазываем весь стволик. Сейчас покажу. Он немного вонючий, этот препарат. Но он хороший, действенный. Вот там, где молодые корешочки начинают расти, их мазать не нужно. А обмазываем только стволик, где чернота была. Потому что он хорошо подсушивает фундазол. И чернота уйдет. Этот препарат хороший, проверенный. Сами корни мазать не буду, только стволик. И все, что черное. И с этой стороны также. И цветонос помажу. Если засохнет цветонос, тогда обрежу. Сейчас обрезать не буду. Она расцвела, старалась мне. Даже при такой болезни. И я ей удалю цветонос, не буду удалять. Все возможные места, черные, желательно намазать. Вверх чернота и желтизна листьев не пошла. Может быть мы ее сможем спасти. Сейчас две минутки, фундазол подсохнет. И я посажу эту орхидейку. Не буду ждать, чтобы подсох корешочек там или еще что-то. Я ее просто не буду поливать. Все, посмотрите, вот так я ее обработала. Сам в стволе, где живой, я выше не обрабатывала. Случайно мазнула. А все черное я обмазала. Все черные места, которые я увидела, я обмазала. Вот здесь чуть-чуть не заметила. Надо обязательно обработать. Все, теперь приступим к посадке. Горшочек я взяла тот же самый. Я его помыла средством для посуды. И обработала перекисью водорода. Теперь укладываю свою орхидею. О, не получается ниже, надо цветоносик. Держательные эти палочки приподнять слегка. Фундазол подсох, он стал как мел. Влага высохла, впиталась. И теперь можно засыпать орхидею субстратом. Субстрат я взяла другой, новой, с упаковки. И начинаю засыпать орхидею, как обычно. Поливать первые дни ее не нужно. Будем смотреть по состоянию корней. Главное, что мы вовремя убрали эту болезнь и остановили ее развитие. Поэтому я при покупке новых орхидей советую всем пересаживать свою орхидейку. Даже в цветущем состоянии, чтобы убрать этот стаканчик торфяной. Они иногда с губки, иногда с торфа, иногда с мха. Разные производители по-разному укладывают. Но в каждой орхидейке есть забитая часть, прикорневой стволик. Орхидейка растет, так как в теплицах у них влажность воздуха хорошая. Они поддерживают, опрыскивают увлажнителями. И орхидеи не поливают. И этот стаканчик не влияет на саму орхидейку. А в наших условиях мы же не можем все время создавать влажность воздуха. И мы поливаем орхидеи. А в магазинах вообще их заливают страшной силой. И для этого ее сразу нужно пересадить, как только вы купили. И вы будете спокойны, что не пойдет гниль на стволик. Я посадила свою орхидейку. Ставлю в кашко. И поливать ее пока не буду. Вот. Вот это была сегодня реанимация орхидеи. Немножко длинное видео получилось. Но я постаралась вам показать подробно, как я борюсь с таким вредным, с плохим заболеванием, как фузариоз. Если оставили бы мы это все, она бы пожелтела, и до конца листочки все-все-все бы пожелтели, пришли бы в негодность. А так я спасла с вами эту прекрасную орхидейку. И она еще порастет и подсветет. Если она захочет сама убрать свой цветонос, засушить, пускай сушит. Я обрезать его не буду. Спасибо всем за внимание. До свидания. Оставайтесь вместе со мной. Ждите новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok